Приветствую вас, друзья мои! Сразу прошу прощения за голос. Я после простуды еще до конца не восстановилась. Целую неделю почти шепотом разговаривала, но ни одной экскурсии не отменила, так как знала, что вы их ждали. Ну а теперь, дорогие мои, я вновь приглашаю вас в галерею Бургези. Галерея Бургези спрятана в чаще вековых деревьев, ее не так-то просто найти. Можно по указателям со станции метро Спания по подземному переходу выйти к стене Аврелиана, а там рукой подать до виллы. Я же всегда доезжаю на метро до станции Барберини, а там все время прямо по улице Венето, перехожу дорогу, попадая на виллу Бургези, и прямая улица приведет к галереи Бургези. Ну а обратно, после посещения галереи, можно уже прогуляться и по парку, чтобы прийти в чувство после увиденного. Сегодня я хочу посвятить это видео творчеству Бернини. Скульптуры созданы пылким, горячим, молодым скульптором, который свои переживания и чувства передал холодному мрамору и превратил его в живые сцены любви и страдания. Когда ты видишь эту скульптуру, очень сложно поверить, что перед тобой холодный мрамор. Кажется, что скульптура живая, потому что ты видишь чувства героев. Прозерпина выглядит обезумевшей и отчаявшейся в ужасе. Пытается вырваться из объятий Плутона, кричит, отталкивает Плутона. В ней каждая мышца напряжена, вплоть до согнутого в напряжении большого пальца. А Плутон? А Плутон, кажется, наслаждается ее сопротивлением, все больше прижимает ее. Его пальцы впиваются в ее нежное тело. Страх Прозерпины – это как будто начало чего-то нового, прелюдия, прежде чем она станет его. Похититель, чья голова увенчана короной, это Плутон. Он был повелителем царства мертвых. Ему было очень одиноко одному в подземном царстве. Ни одна богиня не хотела идти за ним в подземный мир. Тогда он потребовал дать ему любую девушку в жены или обещал объявить войну. Зевс согласился выполнить требования и отдает свою дочь Прозерпину в жены Плутону. Если бы он не выполнил эти условия, могла случиться катастрофа – война между небесным и подземным миром. Однажды весной по цветущему полю радостно бегали девушки, играли и даже не подозревали о беде. В это время из недр земли на колеснице поднялся Плутон. Он схватил Прозерпину и исчез в глубине земли. Именно этот момент похищения Прозерпины Бернини запечатлел в мраморе. Мускулы Плутона тоже напряжены. Он удерживает извивающееся тело и напряжены так, что его руки впиваются в тело Прозерпины. Это просто удивительно. Как Бернини удалось передать мягкое тело Прозерпины в мраморе? Когда будете в галерее Бургези, постарайтесь остановиться и полюбоваться этим моментом. За борющимися фигурами находится Цербий, трехголовый пес, хранитель входа в подземный мир. Он стал молчаливым свидетелем страсти и ужаса. Прозерпина кричала, и крик дочери услышала мать. Она бросилась на помощь, чтобы спасти ее, но нигде не могла найти ее. Десять дней и ночей она блуждала в поисках дочери. Спрашивала у всех, но никто ничего не знал. Только Бог Солнца сказал, что Зевс, отец Прозерпины, отдал ее в жену Плутону. Узнав про судьбу дочери, мать Прозерпины, Деметра, перестала ее искать и стала мстить. Она, богиня земледелия, объявила, что пока ей не вернут дочь, на земле не взойдет ни одно семечко, и у животных не будет потомства. И цикл жизни может остановиться. Наступил момент, когда люди начали голодать. Мать хотела увидеть дочь, и богиня победила. Плутон отпускает девушку. Он посадил ее в колесницу и отправил наверх. Но прежде чем отпустить, приподнес ей гранат, и Прозерпина съела несколько зерен. Земля раскрылась, и Прозерпина вышла на свет, прямо в объятия матери. Мать чувствовала сердцем. Она спросила, ела ли она что-нибудь в подземелье. Прозерпина ела несколько зерен граната, которые дал ей Плутон, прежде чем она поднялась на землю. И теперь каждую треть года она должна находиться под землей, и только весной она сможет подниматься наверх. Несмотря на это, Деметра была счастлива увидеть свою дочь. Оставила свой гнев, и цикл жизни возобновился. Земля вновь стала давать плоды. Прозерпина стала царицей подземного мира и женой Плутона. Бернини изобразил мифологический сюжет в мраморе, и это у него очень хорошо получилось. На радостях, что я первая зашла в зал, я сразу же начала снимать видео и рассказывать про похищение Прозерпины. Что забыла вам сказать, что зал, в котором находится великолепная скульптура, называется «Зал императоров». Здесь выставлены императорские бюсты из порфира, которые датируются 17 веком. Стол работы Луиджи Володьер Бык Форнези – это небольшая бронзовая копия монументальной мраморной группы, которая сейчас находится в Неаполе, в археологическом музее. Осенью я была там и снимала видео. Если хотите, переходите по ссылке и посмотрите на великолепный оригинал. Мраморная группа была найдена в Риме в 16 веке, и с того времени очень часто копировалась скульпторами. В скульптурной группе изображена казнь Дирки. Амфион и Зет, сыновья Зевсы и Антиопы, наказывают Дирку за оскорбление, которое она причинила их настоящей матери. Юноши привязали Дирку к рогам дикого быка со словами «Погибни же ты сама той смертью, на которую хотела обречь нашу мать. Это будет тебе наказанием за клевету». В центре свода зала – триумф Галатеи. Здесь изображена Галатея, циклоп Полифем и пастух Акит. В двух боковых овалах изображена ревность Полифема, который бросает камень, чтобы убить пастуха, и прощание Галатеи с возлюбленным пастухом. Мы переходим с вами в другой зал – зал Энея и Анхиса. В центре этого зала находится настоящий памятник милосердия. Это первая крупная скульптурная группа, выполненная Джан-Лоренцо Бернини для шапиона Боргези. Скульптура изображает Энея, Анхиса и Аскания. Эней выводит свою семью из полыхающей в огне Трои. Фигуры выполнены почти в натуральную величину. Энею, убегающий из города Трои, который был охвачен пожаром, выносит на своих плечах отца, в руках которого домашние боги, и выводит сына, в руках которого домашний очаг. Рассматривая скульптуру, мы видим три возраста человека, переданных через главных героев. Обойдя скульптуру со всех сторон, мы можем рассмотреть маленького ребенка, у него нежная кожа, взрослого человека, его тело упругое и мускулистое, и пожилого человека с увядшей морщинистой кожей. Пожилу Анхис символизирует родное отечество, Эней – сильного и молодого лидера, а Асканио – как маленькая искорка новой жизни. И каждого из них переполняют эмоции. Анхис чувствует страх, в Энеи чувствуется энергия, силы и мужество, а Асканио – у него, видимо, надежда на новую жизнь. Эта скульптура была создана, когда Бернини исполнилось всего 20 лет. Исследователи долгое время предполагали, что отец художника Пьетро Бернини помогал сыну в работе над произведением. Когда папа римский Павел V увидел скульптуру, выполненную Бернини, он не мог поверить в талант юного скульптора. Искусствоведы очень долго спорили, кто же работал над этой скульптурой – отец с сыном или только Джан-Лоренцо Бернини. Были обнаружены архивные документы, подтверждающие, что 20-летний Джан-Лоренцо Бернини был единственным автором скульптуры. Скульптура Лаверита, правда, Бернини. Эта скульптура была создана Джан-Лоренцо Бернини для себя в трудный период его карьеры. В тот момент, когда были снесены колокольни базилики Святого Петра и избран на папский престол в 1644 году Иннокентий X из семьи Памфили, который предпочитал Франческо Барамини как архитектора. Когда на престол взошел Иннокентий X, Бернини обвинили в некомпетентности, что могло привести к обрушению фасада базилики. Фундамент базилики не выдержал дополнительной нагрузки в виде высоких колоколин, в результате чего на фасаде здания образовались трещины. Бернини был обвинен в ошибках, сделанных при расчетах. Позже, конечно, исследования показали, что вины Бернини, конечно же, не было. Тем не менее, репутация мастера была серьезно подорвана. Папа Иннокентиям X был отдан указ о сносе колоколин. Бернини испытал не только унижение, но ему еще и пришлось за свои деньги снести башни. После этого он ушел с себя и заболел. Через два года Бернини вернулся к милости папского двора и перегруженной работой не смог завершить скульптурную группу. Истина изображена в виде улыбающейся обнаженной девушки. Она сидит на камне, держит солнце в правой руке и опирается левой ногой на земной шар. Бернини задумал это как скульптурную группу. Хотел извоять аллегорию истины и времени, но так и не завершил работу. Он хотел передать пережитое своим потомкам и доказать, что время оценит по достоинству всех. После смерти Бернини большая глыба мрамора, предназначенная для скульптуры времени в полете, была продана наследниками. Бернини хотел, чтобы эта скульптура была передана по наследству его потомкам. Скульптура находилась в собственности семьи до 1924 года. После этого она была выкуплена правительством Италии и перевезена в галерею Бургези. Крышка саркофага, которая датируется между I и III веком н.э. Небольшие скульптуры «Мальчик, играющий с птицей» и Эрос в цепях. Маленькая скульптура ребенка в цепях изображает Эроса, которого наказали. Ребенок прислонился к дереву и утирает слезы. Рядом стоит скульптура «Мальчика, играющего с птицей». Выражение лица здесь веселое, что олицетворяет безмятежность жизни в детстве. Он играет с голубем, символом чистоты и любви. Леда и лебедь Леда прикрывает лебедя своим плащом, защищая его от нападения орла. Зевс превратился в лебедя, чтобы соблазнить Леду. И как только она прикрывает его своим плащом, он овладел ей, и у них родились близнецы. Чернокожие охотники У обоих охотников есть свои трофеи птицы. Рядом с одним охотником изображен пес, второго охотника сопровождает лев. Автору этих работ Джованни Кампи было заплачено за работу 250 скуди. Геката – богиня ночи, мрака и колдовства. Богиню ставили перед домами и в домах, чтобы предохранить дом от несчастья. Я не могла пройти мимо зала, где находится картина Караваджо. Так охота была остановиться. Давайте на минуточку остановимся, а потом пойдем дальше. Продолжение следует... Перед нами настоящая театрализованная постановка «Аполлон и Дафна». Это пример виртуозности, которую продемонстрировал Бернини. До Бернини этот миф художники изображали только на холсте. Бернини смог передать сюжет в мраморе, как будто сделал скульптуру из воска. Бернини был первый скульптор, кто передал этот миф в мраморе. Однажды Аполлон повздорил с Купидоном. Аполлон похвастался своими достижениями стрельбы из лука и сказал, что Амур никогда не достигнет таких успехов, как он. Аполлон подсмеивался над ним, когда Амур мастерил новый лук. Бог любви, оскорбленный Аполлоном, решил отомстить. Он взял стрелы и поднялся в горы. Первую стрелу он пустил в сердце Дафны. Если в нее кто влюбится, то любовь у нее не будет взаимной. Дафна будет отталкивать этого человека. А вторую стрелу он пустил в самое сердце Аполлона. А в его сердце будет кипеть страсть и любовь. И с этого дня Аполлон начал искать свою возлюбленную. Он бродил по лесам, полям. И вот однажды выходит на лук и видит танцующих нимф. Наконец-то ему удалось найти ее. Но Дафна, увидев Аполлона, бросилась бежать. На бегу он объяснился ей в любви. Но это не остановило девушку. В Бернине запечатлел момент, когда Дафна уже чувствовала дыхание Аполлона на своей шее. Аполлон одет только в кружащийся плащ, а Дафна полностью обнажена. Дафна приоткрыла рот и кричит в испуге, умоляя своего отца, бога реки, спасти ее. Изменить ее тело так, чтобы оно не было таким привлекательным. Ее молитву услышал отец. И когда Аполлон уже был совсем близко, Дафна стала превращаться в лавровое дерево. И под его руками нежная шелковистая кожа становится грубой и шершавой. Ее тело превращается в ствол дерева. Пальцы рук становятся листьями, пальцы ног – корнями. На глазах у Аполлона давно превратилось в дерево лавра. Он обнял дерево и сказал, как будто говорит с кем-то живым, «Если ты не можешь быть моей женой, будь хотя бы моим любимым деревом». С этого момента лавровое дерево стало самым дорогим деревом для Аполлона. Редактор субтитров А.Семкин А.Кулак Продолжение следует... 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 он, может быть, мог бы увернуться от камня. Но умелый Давид настолько точно запустил камень, что тот попал в единственное, незащищенное доспехами место великана – прямо в лоб. От сильного удара Голиаф моментально упал на землю. Давид победил Голиафа не силой, а умом и смекалкой. Давид подошел к упавшему гиганту, взял выпавший из рук меч и отсек ему голову. Давид женился на принцессе и стал царем Израиля. В фигуре Давида мы узнаем самого Бернини. Кардинал Барберини, которого вскоре изберут папой, и он войдет в историю как папа Урбан VIII, он помогал Бернини, держал зеркало, когда Бернини работал над скульптурой. И последний зал, в котором находится работа Бернини – это лоджия Ланфранко. Зал изначально представлял собой открытую лоджию, но во второй половине XVIII века зал закрыли, чтобы сохранить свод, изображающий совет богов. Автором работы является Джованни Ланфранко. Здесь, в этом зале, находятся многочисленные работы Джан Лоренцо Бернини – бюст Павла V Бургези, два бюста кардинала шопиона Бургези, коза Амалфея – ранняя работа Бернини, терракотовый эскиз конного памятника Людовика XIV. Есть также три картины Бернини – портрет ребенка, автопортрет в зрелом возрасте и автопортрет юноши. Мы видим рядом два бюста шопиона Бургези. Почему их два, вы сейчас поймете. Когда Бернини работал над бюстом кардинала Бургези, хозяина этой виллы, бюст был почти готов, когда через весь лоб поползла трещина. Надо было срочно делать новый бюст, потому что Бургези очень ждал окончания работы и хотел посмотреть, что получилось. Бернини две недели работал за закрытой дверью и никому не разрешал входить. Он решил создать новый бюст. Когда окончил работу, он перенес бюст в мастерскую, поставил рядом с бюстом, у которого на лбу была трещина, и накрыл его тканью. Кардинал Бургези увидел первый бюст с трещиной на лбу. Он сказал, что «получился отличный бюст». Уважение кардинала к Бернини было таким, что он скрыл свое недовольство, чтобы не огорчать скульптора. Бернини сделал вид, что игнорирует недовольство кардинала. Вместо этого он продолжал ласково болтать с ним. Но прошло несколько минут, и Бернини, наконец, сжалился над кардиналом, открыл второй бюст. Лицо Бургези стало сиять еще больше. И тут он понял, почему целых две недели Бернини работал целыми сутками. Но второй бюст получился не такой живой, как первый. Чтобы найти отличие, надо увидеть оба бюста своими глазами. Но Бернини выполнил их великолепно. Бернини смог передать не только выражение лица кардинала, но и маленькие детали одежды, в виде недозастегнутой пуговицы, тоненького воротничка. Так, два бюста и остались в коллекции Бургези. Бюст папы Павла Пятого Бургези. На нем папская мантия, вышитая изображениями апостолов Павла и Петра. Несмотря на то, что бюст маленький, он смотрится торжественно. Коза Амалфея с малышом Юпитером и маленьким фавном Бернини. Легендарная коза Амалфея, вскормившая своим молоком младенца Зевса. Это одна из самых ранних работ Бернини. Высота скульптуры 45 сантиметров. Бернини был не только скульптором, но и великолепным художником. Мы видим автопортрет в зрелом возрасте, автопортрет молодого человека и портрет мальчика. Примерно 20 лет своей жизни Бернини посвятил живописи. Им было написано 200 картин. Сегодня я рассказала только о работах Бернини. Вы, наверное, заметили, что в залах, где находились скульптуры Бернини, было много интересных картин знаменитых авторов. Про них я тоже хотела рассказать, так как хотела охватить полностью залы. Но посмотрела, что видео получается очень длинное и решила про картины из этих залов рассказать отдельно. На сегодня все, дорогие мои. На этом наша небольшая экскурсия по галерее Бургези заканчивается. И ждите продолжения. Может быть не сразу, но обязательно будет. Ставьте лайки, супер спасибо, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok